Подобно герою сказок, который в бою со змеем должен снести ему все головы, Борис Ельцин начинает охоту на голову виновников финансового кризиса. Устраивает разгромное заседание ВЧК. Народность звездам эстрады увольняет главу госналогслужбы Починка. Атакует олигархов, которых подозревает в антиправительственном заговоре, призывает журналистов занять государственную позицию. А в это время россияне озабочены простым вопросом. Подскочат в результате всех передряг цены или нет. Обозреватель. Воскресенье 19 часов на ТВ6. КОНЕЦ КОНЕЦ Молитвами Святых Отец Наших, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. В эфире передача «Канон» – телевизионный вестник Московской Патриархии. В качестве темы сегодняшней передачи мы избрали проблему взаимоотношений церкви и средств массовой информации. Именно по этой причине мы приехали в Даниловский монастырь, опять в Даниловский монастырь, для того, чтобы обратиться к специалисту по этому вопросу, Ирию Всеволоду Чаплину, секретарю по связям церкви и общества, отделу внешних церковных сношений. Священник Всеволод Чаплин родился в 1968 году. Закончил Московскую духовную семинарию и академию. Имеет степень кандидата богословия. В настоящее время является руководителем ОВЦС по связям с общественностью и средствам массовой информации. Отец Всеволод. Вот наших телезрителей интересует, до какой степени проникновенные эти взаимоотношения средств массовой информации, вопросы церкви. Нет ли здесь противоречия? С одной стороны, во многих приходах существует практика посильной борьбы с телевизором. Их можно понять, священников, которые возбраняют смотреть много телевизоров, потому что там идет, как правило, материал не всегда нравственного порядка. И тем не менее, церковь активно сотрудничает с телевидением, со средствами массовой информации, как печать, как радиостанции. Нет ли в этом противоречия? До какой степени возможно это взаимодействие? Необходимо ли оно? Или можно без него обойтись? Ну, мне думается, что проникновение мира средств массовой информации и мира церкви должно быть взаимным. Это не должно быть движение в одну сторону. Как для журналистов, представляющих как церковные средства массовой информации, а такие, как мы знаем, есть, их сейчас достаточно много. Для них, естественно, пытаться узнать как можно больше о жизни церкви. Это может быть и положительный интерес, это может быть и отлицательный злонамеренный интерес, и мы об этом еще, может быть, поговорим с вами несколько позже. Но точно так же должно быть и желание проникать в мир средств массовой информации и действовать в этом мире со стороны церкви. Ведь это один из видов миссии церкви в мире. Как мы знаем, эта миссия осуществлялась и осуществляется в разные века разными способами. В какое-то время это было больше в виде устной проповеди, в какое-то время это делалось больше в виде книгопечатной продукции и так далее, и так далее. А вот сегодня мы знаем, что средства массовой информации и пресса, и в первую очередь, конечно, электронные СМИ, имеют многомиллионную аудиторию. И этими возможностями, этими информационными каналами, как мне лично кажется, должна пользоваться церковь для того, чтобы исполнять богозаповеданную миссию, о которой мы знаем из Священного Писания, и о которой, в частности, апостол Павел сказал «Горе мне, если не благовестую». И горе каждому из христиан, и особенно пастыре, если они под какими-то предлогами отказываются от того, чтобы донести свое слово до зрителя, до слушателя, до каждого, кто воопрошает о вере, о жизни во Христе, о том, о чем должна говорить всякому человеку церковь. Естественно, мир средств массовой информации — это очень сложный мир, и естественно, что наиболее адекватно слово церкви может быть донесено через свои собственные средства массовой информации. Это церковные газеты, это церковные журналы, это все большее количество передач на телевидении, в частности, вот то, что делает православное информационно-телевизионное агентство. Это могут быть какие-то отдельные рубрики, это могут быть какие-то серии передач в более широких рамках той или иной светской передачи того или иного светского канала. То есть всегда церковь в той или иной степени имеет возможность создать собственное пространство в мире СМИ или собственное пространство в рамках той или иной светской газеты, светского телеканала, светского сайта в интернете и так далее, и так далее. Но в то же время мы знаем и то, что у церкви мало сил, у церкви мало средств, и поэтому было бы, наверное, ошибочно отказываться от того, чтобы пользоваться теми более мощными на сегодняшний день каналами, теми более разработанными методиками донесения слова до слушателя или зрителя, какие сегодня имеют светские СМИ. И именно поэтому церковь, естественно, взаимодействует со светскими СМИ, помня о том, что она, по слову, опять же, апостола, должна дать ответ всякому вопрошающему о нашем уповании. Светскую точку зрения на проблему взаимодействия церкви и средств массовой информации мы попросили высказать обозревателя по вопросам религии газеты «Вечерняя Москва» Евгения Стрельчика. Евгений Стрельчик родился в Москве в 1959 году. В 1987 году окончил Московский полиграфический институт. С 1988 года по настоящее время работает в редакции газеты «Вечерняя Москва». Евгений, в чем вы видите конфликт между СМИ и церковью? Основная причина такого представления церковной тематики на страницах светских изданий обусловлена тем, что существует непонимание задач прессы светской и представление о роли прессы в священном начале. Вообще сейчас церковная тематика средств массовой информации переживает кризис. Он связан опять с этой проблемой. Что важно для средств массовой информации, адресованных не церковным людям? Важна драматургия, информация. Им важен анализ происходящих событий. Именно то, что любые официальные структуры, будь то церковные или какие-то организации, они скрывают. И как только светский журналист вторгается в зону каких-то, или, ну, не тайно, может быть, каких-то тайных рычагов принятия тех или иных решений, в том числе и в священном начале, это вызывает негативную реакцию. Всем известно, это журналистский постулат, что публикация о том, что собака укусила человека, никому не интересна. Если человек укусил собаку, да, это не интересно. И поэтому воспринимаются такие публикации негативно. Хотя я считаю, что больший вред вообще рассказу о жизни церкви приносит не такие вот ярко выраженные негативные материалы, а лубочные, так я их называю, лубочные материалы, которые рассказывают там вот благовест, маковки засветились, свечки, дети идут. Это все приводит к тому, что у общества складывается неправильное впечатление о жизни церкви. Что достаточно покрасить яйца в чистый четверг, осветить куличи, приложиться к иконе, и все. И вот эта вся жизнь церкви, вся жизнь православного христианина в этом деле и заключается. Это же неправильно, это не так. Другое дело, что, конечно, общество не готово воспринимать объяснение литургической жизни, вообще становление прихода. И действительно у нас пресса сейчас находится на информационном голоде и понимании материалов именно такого плана среднего, то есть который объясняет спокойным, уравновешенным, но в то же время умным языком процесса, происходящего внутри церкви и вообще, наверное, в обществе, которое возвращается к вере, так будем сказать, наших отцов, предков. Евгений, как Вы считаете, не являются ли негативные материалы, которые появляются в прессе, следствием богоборческих тенденций, которые еще сохраняются в нашем обществе? Очень важно понять тот момент, что руководители средств массовой информации люди не церковные, 99,9%. То есть люди, которые воспитаны или в партийной среде, или в журналистской среде, которые, естественно, не понимают ни догматику церкви, ни ничего не понимают, они ее воспринимают из демократических позиций, что свобода слова, свобода совести и так далее. Значит, надо говорить о тех процессах. Другое дело, что сама церковь представляет собой институт закрытый для информации. Я неоднократно в различных синодальных учреждениях говорил о том, что надо создавать пресс-службу. Но я прекрасно знаю информацию одного человека, который считает, что от лица церкви не может говорить журналист или пресс-секретарь, как это делается, допустим, от лица главы государства. Но это какая-то позиция, которая на сегодняшний момент имеет место быть, и она не разрушается, она не ведет, ну, не происходит никакой динамики развития отношений, взаимоотношений, церкви и средств массовой информации. Наличие пресс-центра, или, ну, можно как угодно, пресс-службы и так далее, можно, ну, это любые задачи, взять любое положение в любом министерстве, и буквально скопировать. Другое дело, что нет таких людей, нет понимания внутри церкви, что же мы хотим видеть на страницах светских средств массовой информации. Что? О чем мы хотим сказать? О том, что 10 священников в Москве почему-то запрещены в служении? Но об этом никто не знает, мы об этом не пишем. Хотя это, да, говорится. Почему? Давайте обсудим. У вас есть проблемы. Давайте их обсудим. Нет, на обсуждение внутри церковных проблем общество не включается. Почему мы обсуждаем проблемы шахтеров? Почему сейчас бабушка знает учетную ставку Центробанка? Ну, как кажется, ну, почему она должна это знать? Нет, она... А почему она не знает процессы, почему и правящего архиерея переводят из этой, там, епархии в другую? Ну, он плохой, он хороший, он сделал то-то, он сделал... Нет, объясните, давайте объясним. Открытость. Дело в том, что, ну, я не знаю, может быть, наши архиереи сейчас воспитаны, тоже остались, большинство архиереи воспитаны в коммунистических традициях. Значит, журналистика должна нас обслуживать, должна говорить о нас только хорошо. Это ошибка. Что мы будем таким добьемся? Нет, да мы добьемся только что, что будет подпитываться журналистика не антицерковной. Такие я не люблю. Ну, знаете, это... Пускай клевещут, помните, в свое время было. Ну, я такие вещи не люблю. Я считаю, что любая публикация, в том числе и критическая публикация, она подготовлена, в первую очередь, тем, что желанием разобраться в процессе. Разобраться. Давайте сделаем контрпропаганду. Кто? Этим должен заниматься пресс-служба. Давайте подготовим информацию. Давайте объясним. У нас этого не происходит. Почему так много негативной информации, по Вашему мнению, в средствах массовой информации о церкви? Что это, желание критики или некий привнесенный внешний азарт борьба с православной церковью? В мире СМИ, так же, как и везде, так же, как и во всем нашем мире, идет борьба добра со злом. Естественно, поскольку СМИ отражают общество, являются его срезом, то и в СМИ, и, может быть, в особой степени остроты именно в мире средств массовой информации, идет борьба добра со злом, противостояние Бога и дьявола. Почему это так видно именно в этом мире? Поскольку здесь все эмоции обострены, здесь все на поверхности, здесь огромная возможность влияния на сотни тысяч, на миллионы людей, и именно поэтому, конечно, именно вот в этом мире, в мире СМИ, идет особенно обостренная борьба между добром и злом, между дьяволом и Богом. Да, бесспорно, сейчас очень много отрицательных материалов о церкви, и очень часто бывает так, что ведутся организованные компании, и мы достаточно регулярно отслеживаем всю центральную и светскую прессу. Я бы не сказал, что отрицательных материалов о церкви большинство, но их достаточно много. Какие причины за этим видятся? Ну, я думаю, что та же самая причина, что и в любом грехе. Жажда богоборчества, жажда как бы найти и для себя, и для окружающих людей оправдание тому, что не хочет человек пустить Бога в свое сердце, не хочет измениться под воздействием Божиим, не хочет оставить свою прежнюю греховную жизнь и стать лучше. Бесспорно, под информационными антицерковными кампаниями, под потоками отрицательных и откровенно сдобных публикаций в адрес церкви лежат очень многие чисто внешние и светские причины. Здесь есть и политические интересы некоторых людей, здесь есть очевидные и экономические интересы, здесь есть и желание не допустить усиление роли церкви в жизни общества, в жизни народа, но есть, еще раз я бы хотел это подчеркнуть, и более глубокая духовная причина. Мне приходилось достаточно часто сталкиваться с журналистами, с представителями других профессий, которые, в принципе, хорошо и благожелательно относятся к церкви до той степени, до какой церковь, Бог, вера являются для этого человека неким внешним феноменом. Вот как только стоит вопрос и ставится вопрос о том, что нужно Бога и церковь и веру пустить в собственную жизнь, или в жизнь собственной семьи, или в жизнь коллектива людей, где ты трудишься, тут возникает жесткое желание противоречия. И вот именно этот элемент и говорит еще раз о том, что под желанием противодействовать церкви и даже под желанием противодействовать Богу лежит самая простая человеческая греховность. Кто-то закоснил своих греховных привычках, кто-то привык к греховному образу жизни и не желает его менять. И вот когда возникает опасность, что ли, участия церкви, участия Бога в жизни этого человека, он вдруг неожиданно из благожелательно настроенного к церкви человека становится агностиком, атеистом, антирелигиозным пропагандистом, кем угодно. Вот эта причина, я думаю, даже более распространена и более опасна и более жизненна, чем все политические или экономически обусловленные кампании против церкви в прессе. Да, мне это очень знакомо. До того, как я начал заниматься вот этой передачей, а я вел светский образ жизни, ничего не случилось. Как только я начал заниматься передачей, ну, на моем примере, мне знакомо, во всяком случае, началось ужасно. Я столько гадостей в жизни о себе не слышал и не подозревал, что такое, что такой мрак в моей душе. Дело Божие всегда делается с трудом, и всегда сила зла в окроду человеческого дьявола ополчается на тех, кто делает Божие дела и на тех, кто работает для церкви. Поэтому, конечно, когда мы взаимодействуем со светскими СМИ, мы всегда, в принципе, готовы и к тому, что называется подставой, всегда, в принципе, готовы и к непониманию цели церкви, приоритетов церкви. Именно поэтому всегда с особой осторожностью нужно ставить вопрос о контексте, в котором звучит слово «священнослужители» или просто любое слово о Боге. Ведь известно, что можно сделать самую хорошую передачу на церковную тему, но поставить ее между каким-нибудь полупорнографическим зрелищем и, положим, политически тенденциозной публицистической программой. И это может испортить все впечатление об этом самом хорошем, самом положительном ключе, сделанном всю жизнь. Мы находимся в гостях у Сергея Чепнина, главного редактора агентства «Метафразис». И здесь мы не случайно. Хотелось бы знать мнение православного журналиста о состоянии православных же средств массовой информации. Сергей Чепнин родился в 68-м году в Москве. Окончил курсы по проблемам государственно-церковных отношений при Российской Академии Государственной Службы. С 95-го года главный редактор агентства «Метафразис». Сергей, известно, что сейчас в светских средствах массовой информации идут информационные войны. Можно ли сказать, что нечто похожее есть и среди православных изданий? Я думаю, что понятие «информационная война» вполне применимо и к тем процессам, которые сегодня происходят в области средств массовой информации в Русской Православной Церкви конкретно. Это прежде всего касается дискуссии по проблемам экуминизма, то есть участия Русской Православной Церкви в экуминических организациях. И здесь надо сказать, что два издания особенно выделяются. Прежде всего, это газета «Русь православная», главным редактором которой является Константин Душенов. В общем, про них можно сказать, что они ведут жесточайшие бои с епископатом Русской Православной Церкви. очень грубые публикации, достаточно примитивные и несерьезные аргументы, и при этом очень высокий профессионализм. Просто, на мой взгляд, в профессиональном плане это самая лучшая газета. Но при этом ее содержание предельно критично. Это, несомненно, установка на конфликт. на раскол в Русской Православной Церкви. И тем интересней, с профессиональной точки зрения, для меня, как для журналиста, смотреть за развитием этого издания. Но и, с другой стороны, именно поэтому это и страшно. Потому что влияние этой газеты сегодня достаточно высоко. и призывая к отказу от серьезного взаимодействия, и очень часто даже призывая к свержению тех епископов Православной Церкви, которые публицисты и сотрудники этого издания считают изменившими православие, вот эти призывы, они, конечно, говорят о том, что сама газета «Русь православная» как бы ставит себя за рамки Православной Церкви. Это очень интересный феномен, и в нем, к сожалению, сегодня очень сложно разобраться. Потому что самая главная проблема православных СМИ то, что каждый куст растет сам по себе. Мы рассмотрели некоторые вопросы, связанные с проблемами прессы и Православной Церкви. А теперь давайте посмотрим, что же происходит на нашем телевидении. По данным статистики, оказывается, отнюдь невысокие художественные достоинства привлекают интерес современного телезрителя. Построенная на неистовой динамике, телеиндустрия овладевает сознанием человека мгновенно. Как считают многие, в этом и есть ее предназначение. Но здесь-то и кроется самое страшное. Завораживающий ритм несет себе, как правило, отрицательное начало. Статистика показывает, что большинство стрессов и психических расстройств, как правило, выпадает на долю тех, кто без осуждений излишне увлекается голубым экраном. Есть еще кое-что на нашем телевидении, отнимающие очень много времени у некоторых из нас. И мой тебе совет. Расскажи маме всю правду, извинись, познакомь ее со своим Игорьком и все. Ничего не все. Уже знакомила. И она запретила нам с ним встречаться. А могу я узнать, почему ты приехал так поздно? Я проходил аттестацию вместе с другими учителями. И с учительницами. Это чувствуется по запаху. Что, по-твоему, они задумали? Не знаю. Но в любом случае это скоро станет ясно. Уверен, что это как-то связано с Дэвисом. Возможно, ты прав. Присматривай за ним, а я буду следить за остальными. Я понял. Отец Селут. Как церковь относится к тому, что многие домохозяйки, да и не только домохозяйки, бывают и мужчины, давно миновавшие период умственной молодости, смотрят телесериалы с таким удовольствием, постоянно, методично. Не мешает ли это развитию их духовного начала? Ну, мне кажется, что увлечение телесериалом – это первый показатель праздности. Если человек способен смотреть 200-300 тысяч серий, значит, ему просто нечего делать. И, может быть, конечно, в некотором смысле, если это произведение нравственное, если они не учат насилию, если они не учат супружеским изменам, если они не учат какому-либо другому греху или пороку, то, может быть, нет ничего дурного в том, чтобы тот или иной человек их смотрел. Но, как мы знаем, все-таки праздность – это мать всех пороков, а способность каждый день по полтора часа убивать на вот такое все-таки достаточно низкопробное зрелище – это показатель праздности. Если человеку нечего делать, если он способен в таком полузабытии проводить драгоценное время, значит, может быть, он и не совершает большого греха, но, значит, все-таки что-то в нем не в порядке. Спасибо, отец Селу. Мне бы хотелось от имени всех наших телезрителей поздравить вас с наступающими праздниками. Спасибо вам и вам, и всем зрителям телепрограммы «Канон». Желаю милости Божией и помощи Божией во всяком добром зале. Нашим собеседником был секретарь Московской Патриархии по взаимоотношениям Церкви и Общества Иерей Севолчаплин. Ну, а теперь пришло время ответить на некоторые ваши вопросы. Первым был задан вопрос о целесообразности просмотра телевизионных передач с участием народных целителей. Я так понимаю, что речь идет о магах и кудесницах. Церковь не рекомендует смотреть подобные передачи. Как правило, эти люди не очень хорошо представляют себе, в какую область они вторглись. А если и представляют, то тем паче это опасные люди. Вторым был даже не вопрос, а утверждение. За предательство идеалов прогресса и эволюции творческий коллектив программы «Канон» приговорится к высшей мере наказания, смертной казни. Объединенным советом ложи «Серая звезда». Ну, мы надеемся, что это дети шалят. Ну, а теперь хотелось бы поделиться маленькой радостью. В газете «Известия» теперь еженедельно будет выходить рубрика «Религиозное обозрение». Я буду вести там эту рубрику и еженедельно анонсировать наши телепередачи. Вот такая у нас радость. На этом все. Всего хорошего. И спаси вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok